Красная гвоздика – символ пролитой крови. Больше полумиллиона человек погибло во время обороны столицы. Битва под Москвой – самая масштабная во всей Второй мировой войне. Именно здесь гитлеровская армия впервые потерпела серьезные поражения. Окончательно был провален фашистский план быстрой войны. Каждый год я чту, 9 мая на праздник выхожу. Надо чтить их пока. Они нам создали мир. После возложения цветов видновчане собрались в историко-культурном центре, где вспоминали те трудные героические месяцы обороны столицы. Смотрели военную хронику той поры, пели песни военных лет. Песни военных лет – символ того тяжелого времени в истории нашей страны. С ними наши деды и прадеды коротали минуты затишья перед атакой. Под них труженики тыла ежедневно совершали свой трудовой подвиг. Они были написаны больше полувека назад, но продолжают оставаться популярными и по сей день. У меня даже дочь, вот сейчас вот ей 9 лет, она военные песни тоже. Вот это все, понимаете, вот от кого, от нас от всех идет, от отцов, от матерей, от дедов, от прадедов идет. Конечно же, почетными гостями на мероприятии были ветераны. Очень важно, что сегодня среди нас присутствуют свидетели того времени. К сожалению, вас осталось очень мало, но для нас очень ценно, что вы сегодня нашли возможность, у вас есть силы, и мы вместе с вами радуемся этой победе. Помимо слов благодарности, ветераны были награждены памятными знаками, специально выпущенными к 75-летию обороны столицы от немецко-фашистских захватчиков. Наверное, нет семьи в нашей стране, которого не коснулась бы война. Из каждого дома тогда уходили на фронт мужчины, руки каждой женщины держали лопату, молот, руль грузового автомобиля. Я сразу вспоминаю папину маму, которая была участницей фронтового фронта, рыла окопы именно под Москвой, потом уже под Смоленском, когда наши войска стали отбрасывать врага на запад. В истории любого государства, взятой врагом столицы, это не обязательно проигранная война, но обязательно психологический надлом сражающихся граждан. Ведь не случайен лозунг «Отступать некуда, за нами Москва». И они не отступили тогда, 75 лет назад. Илья Кремнев, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.